Все в этой жизни строится на основе искренних предположений, а не на основе выдумки. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ну что же, ну что же, прошло охуеть как много времени, ну с вами я Кирилл, да, и пошли, пошли снова резиденты. Пошли, пошла новая, новая стадия, новое поколение резидентов. До этого были стадии Resident Evil 4, Resident Evil 5, а теперь будет именно стадия Resident Evil 7 и Resident Evil 8, да, которая вот скоро уже выйдет. Вот, такие вот дела. Спросите, почему шестая часть отсутствует? Я ее потом целиком со всеми запишу. Она немножко, ну не в том плане, чтобы ее прям записывать. А вот четверка и пятерка, семерка и восьмерка, вот это вот самое то, чтобы записывать вместе. Как мы это и делали. Ну что же, пока что я один, тут еще котик Венчик был, но он убежал, да, новый котик Венчик. Пашенди дома, Димыч в армии. Саша Жильцов, вы его не знаете. Это мой новый друг, так сказать, годовалой давности. Ну что же, все, не будем углубляться, мы начнем Resident Evil 7, да. И не просто начнем Resident Evil 7, а начнем ее с новой, мать ее, озвучкой. Чтобы была в четверке и в пятерке у меня, конкретно у меня в прохождениях. Да, именно так. Так, именно так и никак иначе. Ну что же, давайте. Немножко тут неудобно, я поставил камеру, записываю камеру с телефона, видео с фрапса, потому что комп очень мощный, да, мощный для 2010 года, блять. Все, начинаем. Записываю я в HD, ну то есть видео будет в Full HD, но в YouTube, но у меня будет чисто в HD, потому что компьютер, ну, мощный для 2010 года, а сейчас далеко уже не 2010, а 2020, даже 2021. Поэтому мы начинаем новую игру. Наш новый главный герой, вкратце, Итан Винтерс. Мы его нигде не видели никогда, ни в одной из частей предыдущих. Вот, он ищет свою жену, свою жену Мию. Что же нам покажет игра? Мы будем играть, нет, безумие, что за безумие? Режимы. В настройках, возможно, это решит проблему, как обычно. А, это не то. Легкие, для тех, кто не любит перетруждаться, как обычно. То, что нужно для обычных игроков. И безумие, для тех, кто любит выкладываться по полной. Ох, блин, не, я не хочу на безумие. Хотя можно попробовать? Я боюсь, я буду тупорылить. Я лучше не буду на безумие, пойду на обычной средней сложности. Иначе будут тупорылить, пиздец как, лучше вам этого не знать. Начинаем на как обычной сложности, не будем рискать. Пашенди будет сейчас ругаться стопудово, что, мол, какого хрена, проходи на безумие. Но я не хочу себе портить нервы, как это было Пашенди в случае с твоим Райманом, с твоими этими всеми червями Джимми, хренями и прочим всеми. Поэтому не будем рисковать. Пройдем обычно и не будем себя перетруждать. Это у меня прохождение записано с целью поржать, новая озвучка и прочая вся ерунда. Ну что же, начинаем и смотрим ролик с новой, мать ее, озвучкой. Не знаю, кто кого будет озвучивать, но потом будет видно, в том числе и самому мне. Ну что же, смотрим. Ну это же пиздец просто. Здрасте. Губы сухшие в последнее время. Пиздец, девочки. Пиздец. Доброго день, Каутяш. Здорова. Чао, блядь. Чимичи Романче, да-да-да, моя новая любимая группа. Под Лиманчелло заходит вообще заебись. Узистка, значит, спрашивает, а ты с какими-то жалобами пришла к гинекологу? Я говорю, ну вот типа там у меня вот были там такие-то, такие-то проблемы. Она у меня спросила, типа, беременность исключена? Я такая, да. Контрацепции пользуешься? Я такая, да. А чтобы вы понимали, УЗИ делается трансвагинально. Это значит, что меня пенетрирует аппаратом УЗИ. Самый странный секс в моей жизни. Но мне уже второй раз его делать, поэтому не похуй. Она, значит, такая, типа, ну раздевайся, ложись, вся хуйня. И я, значит, ложусь. Ты себя очень неловко чувствуешь, потому что, во-первых, ты еще в маске этой ебаной медицины. Блядь, какую бы задушевную беседу нахуй завести. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! Ты что, ебабол, что ли? Мне насрать на него. Запомнил? Мне насрать на его брата. Вы понимаете, пидорасок? Это была другая эпоха. Блядь, где же в этой залупе почитать донат эта старая сука? И на тебя насрать, а? Амуде не параша, победа будет наша. Амуде потанцевал, всех выебит вонал. Давай, давайте, давайте, вместе. Пошли вы все в задницу, мне на вас насрать. Победа будет наша. Ну и так далее. В общем, неинтересно никому, как будет в Амуде. 40, 53, 57, 56, 44, 45 градусов. Заебись. Тут и оно. Мы все должны понять, что с этой Mi. Вот случилось-то, и что еще делать-то. Вот у меня записываю. Ну, компьютер слабенький, на самом деле, если без шуток говорить. Как бы, ну, блин, ну, мощный для 2010 года, это для 2010 года. Поэтому записываю максимально его с фрапса, чтобы максимально фпс. Разумеется, максимально гигабайт прибавится у меня памяти. Ну, в смысле, забьется память сильно на диске D. Я на диске. Буду озвучивать, получается, эти самые походы. Ой, в смысле, озвучку будут, ну, ролики буду озвучивать. А этот самый, то, что он будет по пути говорить, озвучивать уже не буду. Ну, вот, как-то сейчас играем, посмотрим, как что будет. Ну, вот, подлагивает чуть-то, как вы видите, да? Вот. Да, вот именно так. Ну, будем смотреть, будем пытаться, что делать-то дальше. В. Карта. Да уж. Карта есть карта. Пашенью не понравится производительность, само собой. Хотя она, скорее всего, никому не понравится. Ну, ладно. Что, что поделать? Что поделать, что поделать? Хотя у меня есть, на самом деле, одна идея. О, прибавилась резко производительность. Ничего себе, что это в ПС попало? Пошло. Я сам почему, я даже не пойму, в чем причин, прикол. Дверь закрыта, короткая. Открывай, сука, ну вы вот. Короче, производительность резко прибавилась. Я не знаю, каким хреном она прибавилась. 60 FPS стало. Компас картонки стал тянуть. Я даже в это не верю, честно говоря. А, вот опять снизилась производительность. Вот опять прибавилась. Короче, будет она периодически то падать, то уходить, то падать, то прибавляться, то падать, то прибавляться. Короче, мы ищем нашу жену. Не мою жену, а жену Итана. Хотя, в реальной жизни я и свою жену никак не могу найти, образно говоря. Ну ладно, не будем углубляться в личное. Так, давайте откроем этот грузовичок, посмотрим, что нас тут ожидает. Так. Тут какая-то пиписка. Ой, записка, то есть. Ой, это какой-то журнал или что это такое. Аллигаторы в канализации. 17 серия. Предлагаемый проект Прекрадитесь Луизианский дом с привидениями. Присоединяйтесь. Что еще забыл сказать, народ? Что еще забыл сказать, Фашенди? То, что тут тоже будут на сезон. И как было в 4 и 5 части. Да, представь себе, тоже будут на сезон. И все разделено. Прими ее дар. И, короче, суть в том, что вот, это первый сезон будет. Не знаю, сколько будет сезонов. Может быть, ну, 2, может быть, 3. Но сезоны будут реально отличаться друг от друга. Отличаться в плане моей записи и в плане самой игры. То есть, будут отличаться. Как это было и в 4 и в 5 части. Вот, такие дела. Такие вот дела. О, опять снизилось FPS. Вот. 30 опять пошло. Опять 20. Я не знаю, как добавить. Они опять снизились. А вот 60 опять стало. Тут, скорее всего, когда идет какая-то новая локация. О, локация. Да, локация какая-то новая идет. Либо какой-то ролик новый, да. Она начинает снижаться количество. Я не знаю. Ну, это, блин, компьютер просто уже не того времени. Надо уже менять. А мне денег нет, не на что менять, в принципе. А я еще хотел электросамокат купить. Еще не до компьютера. Вот опять снизилось. Вот опять. Будем ждать, пока она прибавится снова. Опять 20 FPS. Вот опять 60. Я не понимаю, с чем это вообще связано, на самом деле. Вот. Какая-то ворона подохла. Надо проветрить, что это. А. Не маши, не маши. Так. Мы уже можем открыть с вами инвентарь. Инвентарь тут а-ля Resident Evil 5. Да, именно а-ля Resident Evil 5 инвентарь. Очень похож. То есть, это, по сути, то он же и есть. Сообщение от Мии. Распечатка электронного сообщения от вашей жены Мии, которая пропала без вести 3 года назад. Давайте посмотрим. Осмотрим, короче. Вот она, Мия, да. Такая секси. Вот бомба такая, да. Что тут написано? От Мия Винтерс. Отправленная 18 июля 2017 года в 23.04 во вторник. Кому? Итану Винтерс. Далай, штат Льюизиана. Ферма Бейкеров. Приходи за мной. Интересно. Интересное кино. Ну что же, да, народ. Как я уже говорил, эти персонажи все новые. Они все новые. То есть, их не было в предыдущих сериях. Частях. То есть, Resident Evil'ов их вообще не было. Вот. Но и будет персонаж, который... Ну, вы, наверное, о нем уже знаете. Те, кто играл в эту игру. Который был в предыдущих сериях. И не просто был, а был реально даже в моем прохождении. Ну, не буду спойлерить и прочее. Так что идем дальше. Будет так периодически колебаться вот это вот FPS. И то 20, 30, то 60, до 60 опять поднимется и все прочее. Сейчас вот будем прыгать. Вот опять тормоза пошли. Ну, вот я буду смотреть за FPS сам по себе. Потому что компас картонки. Так, сейчас сумка. Тут сумка какая-то лежит. Внимательно осмотреть. Вот мы можем осматривать предметы. Я не помню, в Resident Evil 5 вообще можно было так или в Resident Evil 4 осматривать. Можно было, по-моему, это делать в меню. А так вот, я не помню, можно было так делать. Честно, я вообще не помню. Тут какая-то визитка. А, удостоверение, права. Которая тут... Короче, похоже, она тут сумку обронила. Или кто-то ее, походу, забрал, а сумка тут осталась. Давайте посмотрим. Водительское удостоверение. Водительское удостоверение Мии. Покрытие непонятным черным веществом. Вот. Тут ничего не понятно и все прочее. Так, сразу вам всем говорю, что комп реально слабый, поэтому будет подтормаживание. Я понимаю, что это глупо, но я Кирилл женский, поэтому такие вот дела. Будет то нормально, то хреново, то нормально, то хреново и так далее. Постоянно вот так вот будет. И будет оно идти. Работать. В будущем я, наверное, еще... Хотя, кстати, есть один вариант, что можно сделать. Можно... Все настройки на минимум поставить. Так, видео. Видео. Разрешение. Поставим режим весь экран. Угол обзора. Частота кадров. Поставим. Поставим тридцатку, чтобы она не прыгала вот так вот. Поставим тридцатку реально. Попробуем поставить тридцатку. Что будет, то будет. Посмотрим. А, видео поставить сглаживание. Да, надо отключить вообще, в принципе. А, тут отключить нельзя. Тогда поставим TAA. Она самая такая, минимальная сглаживание. Так. Давайте посмотрим, что нас тут ожидает. 30 FPS. Ну вот. Пошло уже более-менее. Ну, сейчас посмотрим, как что будет на самом деле. Я не знаю. Вот, тридцать кадров зациклил. А, вот, убавляется немножко все равно. Ну, наверное, так будет все равно лучше, чем в 60 кадрах. Оно будет скакать постоянно. Посмотрим. Посмотрим, посмотрим. Ну что ж, тут какой-то дом. Давайте мы его сдалека осмотрим по Шенде, да? Так. Значит, сразу говорю, это первый сезон. Первая серия Resident Evil 7. Да, именно 7. Вот какой-то дом. Давайте мы в него войдем внутрь. Мы его осмотрим. Тут еще есть качели. Да, и что забыл сказать, народ. Это, получается, одна из серий. То есть, новое поколение резидентов от первого лица. Был, да, был один резидент от первого лица. Очень старый. Resident Evil, как сказать, четвертый. Ну, не четыре, а четвертый, я имею в виду. Resident Evil, по-моему, как он называется-то. Gun Survival. Вот, от первого лица. Был, да, был. И потом, я, по-моему, не помню, что были от первого лица. Что-то, по-моему, было от первого лица, но я этого не помню. Что-то еще что было. До Resident Evil 7. Были какие-либо части от первого лица или нет, я этого не помню. По-моему, были, но я просто подзабыл. Так на вскидку вспомните. Вот, сейчас будет у нас помещение. Сейчас будет получше, я думаю, с производительностью. Да, закрыт дверь. Будем вот так на ходу смотреть, что убавить, какие настройки, что прибавить. Вот, такие дела. Такие дела. Так, тут у нас, да, дом такой интересный, красивый. Графика довольно-таки стала лучше по сравнению с четвертой, с пятой частью. Да, это факт. Движок Re-Engine, да, именно тот самый движок. К сожалению, в этой, в Resident Evil не будет Димыча Андреевича, который со мной Resident Evil 5 записывал каждый раз. Особенно в третьем сезоне Resident Evil 5. К сожалению, да. Может быть, когда-нибудь рано или поздно приедет Пашенди, и мы с ним какую-нибудь одну серию запишем. Но я сомневаюсь, потому что ему это все по барабану. В том плане, что он не любит ржачную озвучку, ему это похрену и все проще. Так, ну мы давайте осмотрим. Но нам тупо нечем эту цепь разломить, у нас ничего нет. Блин, не удостоверением же ее разломить-то, правильно? Так, тут у нас кастрюля. Откроем, посмотрим, что тут, да как. Хебать, тараканы! А-а-а! Блядь, блядь! Да вот и я о том же, блин! Не, не блядь, а блядь, что ты блякаешь? Еще пиздюк совсем, блин. Так разговариваешь со мной. Плюс у своей взрослой, то есть меня. Интен Винтерс, мы... Вы можете, народ, его посмотреть в Яндексе, ввести фото Интена Винтерса и его увидеть. Но мы его так, по сути, мы его только одежду увидим, но лицо мы его не помним. Увидим ли мы его лицо или не увидим. Но нам специально Capcom сделали так, что мы не видим главного героя, чтобы мы могли сопоставить его с собой. Вот. Это как в случае с Клодом из GTA 3. То есть мы его как бы видели, да, от третьего лица, но он не разговаривал. Он не разговаривал вообще. И каждый, кто играл в GTA 3, мог сопоставить его с собой. Поэтому то же самое и здесь. Мы не видим лицо главного героя. Мы можем увидеть его, только посмотрев в карте Андекс картинках. Или где-то еще. Тут у нас холодильник. Весь ржавый. Все вообще тут вообще в говне. Я не знаю, как тут, что тут делали. Сейчас я позвоню. Алло. Семен. Че не почистили квартиру? Все в говне провоняло. Сам иди. Не могу уже все смотреть. Такая типичная квартира. Эта квартира получает... Ой, квартира. Квартира, блять. Дом бейкеров, получается. И Мия как раз-таки относится к этим бейкерам. Но кто такие бейкеры, мы узнаем уже непосредственно из самой игры. Я спойлерить не буду. Не буду это спойлерить. Пашенди будут наверняка ругаться. Что производительность была низкая наверняка. Потому что он собрал мой штыком. Вот теперь мажор. Ёбаный мажор. У него теперь все должно быть на идеале работать. Вот. Такие дела, да. Так. Ну что тут еще есть-то? Барахло все. Не знаю. Не дом, как будто какая-то этот самый. Бомж-сити. Димыч Пашенди. Помните, мы в Бомж-сити были? Похоже было. Мы внутри были. Ой. Димыч помнит Пашенди уже, наверное, забыл. Так. И тут у нас два пути. Наверх и вниз. Давайте сначала осмотрим, думаю, вверх. По-моему, вверх, в принципе, осматривать-то и надо, по сути. Я надеюсь на это, на это надеюсь. Так. Еще у нас тут. А у нас тут... Да. У нас тут новая машинка сохранения и кассета. Видеозапись. Да. В этой игре присутствуют кассеты, народ. Именно кассеты, которые мы сможем вставлять в магнитофон. И, получается, будет идти запись кассеты, в которой мы будем принимать участие. То есть мы будем играть там. Ну, вы увидите, если кто не понимает. Тут сохранение. Тут какая-то картина с деревьями. Тут машинка сохранения. И мы не будем медлить и сохранимся в новое сохранение. Сделаем. Да, нету. Нету. Тут звукомашинки такого, как в Resident Evil 4. Там, да. Вот. Но, вроде как, говорят, что в восьмой части, возможно, будет нормальная машинка. Какая была в первой, второй, там, и так далее. Частях. И будут звуки и сохранения. То есть эта часть больше на пятерку. То есть, похоже. Ну, в плане, я имею в виду, инвентаря. То есть, инвентарь. Вот это вот в плане инвентаря. В плане сохранения и прочего. А вот восьмерка будет больше на четвертую часть, похоже. В плане инвентаря и всего прочего. Такие дела. Так что идем дальше. Тут у нас какие-то... Какое-то говно нарисовано. Я не знаю, что тут нарисовано. Так. Что тут еще есть? Да ни хрена тут нет. Все забито. Все застопорено. Так что будем идти полноценно думать, что можем исправить в плане производительности. Что убавить, что добавить и все прочее. Потому что компас говна. Надо что-то решать. Ой. Надо что-то делать, чтобы хотя бы более-менее наработало. Тут у нас клавиа... Ой. Фортепиано. Ну, не дали нам. Не дали нам попробовать посмотреть что-то как. Значит, первая серия это будет где-то на полчаса. Я думаю, вот так. И нормально. И сойдет. Вот. Потому что, ну, потом у меня поступок памяти можно не хватить на диске D. У меня и так осталось около 60 гигабайт. А фрап столько, блядь, живет, что вам и не снилось. Так. В общем, видим мы магнитофон. Мы, наверное, сейчас и вставим. Так что-то лежит. Какая-то фотка. Какой-то двери. Какой-то решетки. И больше, в принципе, ничего и нет. То есть некоторые вещи мы можем брать. Некоторые вещи только можем осматривать. Да. Именно осматривать. Так. Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Что у нас тут? Блин, слушай. Блин. Пашенди. Я так сейчас тупанул. Я, по-моему... А, это бандик. А, нет. Фрапси я все отключил. Я думаю, я забыл отключить этот самый звук с микрофона веб-камеры. Той, которая у меня висит на компьютере. Думал, сейчас звук будет двоиться. Звук с камеры телефона и звук с камеры веб-камеры. Вот. Я вспомнил, что я ее отключал еще в червя-джиме. Так еще у нас фото. Фото, фото, фото какое-то непонятное. По-моему, это Бейкер, если я не ошибаюсь. Ну, вы не знаете пока, кто это не видел. Не смотрел. Тут фото. Ну, это понятно, что это Мия. И тут она сидит в таком положении, как будто беременна. Но это, опять же, спойлер. Не будем углубляться в подробности. Так, тут у нас какие-то датчики, какие-то эти стоят. Прочее все. Тут у нас надо вставить какой-то термометр третий, которого у нас нету. Нам надо его найти и вставить. Вот. Не девушки вставить, а термометр вставить. Так, и тут у нас есть... А, нет, мы пока сюда пойти не можем. Так что вот так вот. В принципе, мы четвертую и пятую части записывали... Ну, четвертую и пятую часть Resident Evil записывали по 30 минут. И будем эту часть тоже по 30 минут записывать. Так, ставим кассету. Видеокассета на бирке, которая написана... Видеозапись заброшенного дома дала ей 1 июня. Так, вставляем и смотрим, что нас ждет в этой записи. Что же нас ожидает? Что же нас ждет? Что же нас ожидает? Сохранение. Слева вверху. Иди, поиграй в Fortnite, пидор. Ёбаный рот этого казино, блядь. Ты кто такой, сука? Убирайте детей от экрана. Матов будет много. Вы че, дебилы? Вы че, ебанутые, что ли? Да блядь, ну заебали серьезно, мужик. Блядь, шматы выскочили. Вы в натуре ебанутые. В жопу ваши медали засуньте и проверните их. Медали для слабаков, запомни это. Ёб твою мать! Пиздец, шансов нету, блядь. У вас дилер есть, чтобы это делать на моих глазах. Вот так, ёбаный. Бомбить жестко. Ну это пиздец, как? Блядь, из-под паттерна, блядь, сразу получаешь по башке? Ну вот это пиздец удар. Затяжка и, блядь, непонятно. Просто нелогичная хуйня, блядь. Хуй поймешь. Убирайте детей так рано, буду материться сегодня много. Ёбаный ваш рот, а? Блядь, сука, затяжной удар сверху. Хуй поймешь, как его утражать, блядь. Пиздец. Не знаю, нахуй. Ёбаный твой рот, какого хуя они в другом порядке разложат? Блядь, ну ты должен был сбоку сейчас руку хуярить, блядь, а не сверху. Пиздец, блядь. Пиздец. Как вот, блядь, вот это вот произошло, я не пойму, блядь. Блядь, заебалите все уведомления, пизду. Ёбаный твой рот, блядь. Вы чё, в киосках их заряжаете? Сука, ёбаная падла, блядь. Где эта херня? Блядь. Удила гороховая, как заряжен, как запечатанная колода, может быть, в другом порядке разложена. Лид, долбоёб, ёбаный. Чё ж... Пиздец. В жопу нахуй со своими монетками, ещё раз, блядь, пизду. Чё ж... Докажем, докажем. Дэн, мудила ебучая, вы во что играете, сука, ёбаная падла? Блядь, сука, в пизду. Издет сразу, нахуй, влево, вправо, блядь, ему до пизды. Блядь, как бы от этой двойки, блядь, увернуться? Блядь, ну как от этого, блядь, правой руки увернуться? Я не понимаю, блядь, какой там тайминг нужен. Блядь, вот эта вот, сука, замедленная, если бы она быстро била, я бы сразу знал бы, блядь, я тут бесит, эта вот, правая его рука, она просто меня вымораживает, блядь. Блядь, блядь. Заебали донатить, блядь, остановитесь, ёбаный рот, отвлекаясь на ваши донаты, блядь. Да пиздец, вы отвлекаете меня от ритма, блядь. Блядь, блядь, блядь. Блядь, 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 я не понимаю, блядь. Идите нахуй со своим ютубом. Посмотри, блядь. Заебали вы донатить, серьезно, блядь. И все, и пиздец, и удар сверху пришел. Шевелись, дебил, блядь. Медленно идешь. Пиздец, меня уже бомбит. Не злите меня. А-а-а-а, блядь. А, попугал, сука. А-а-а-ай. Ты... Что происходит? Чё за резидент Валадин? Чуть не обосрался, ёб твою мать. А-а-а-а. Блин, капец просто. Просто капец. Нахуй я включил эту меню-запись. Тут у нас сохранение прошло. Вот так вот оно, в принципе, и есть. То есть нам показали дом бейкеров, каких-то репортеров. Там в доме бейкеров еще было все более-менее. То есть никаких ни жуков, ни такого всего хренового. Вот, показали. Нам показали, как нам... Что нам делать дальше. То есть нам нужно спуститься и открыть вот эту вот... Ну, нажать. И владельцы. Бейкеры, да. Вот. То есть мы с помощью этой видеозаписи продвинемся с вами дальше. Но сделаем мы это уже в следующей, матью, серии. Второй серии. Resident Evil 7. Да, мальчик по шенде. Да, именно так. Вот. Значит, более-менее FPS я наладил. Более-менее. Вот. Но посмотрим дальше. Будем решать, думать, делать, что дальше. Думать и делать. Надеюсь, тебе эта серия понравилась. В чем я сомневаюсь. Потому что ты хотел, чтобы я другое кое-что записывал. Вот. Но я записываю то, что... Наконец-то то, что я хочу. А не то, что ты хочешь. Спустя лет миллион, наверное, сто. Все. Пашенди, Дименч, Саша. С вами был я, Кирилл. И, короче, это была первая серия первого сезона прохождения Resident Evil 7. И с вами еще был котик Венчик, но он куда-то съебался. Поэтому я даже не знаю, где он есть. И Венчик, и Киса Алиса, я постараюсь их привести в следующей серии. Все, короче. Всем удачи. Всем пока. Увидимся в следующей серии. Субтитры сделал DimaTorzok